Добрый день, сейчас мы запишем начало видео для распаковки болгиньи, это головоломка от AJ, на коробочке можно заметить только штрих-код с каким-то номером, две латинские буквы остальные китайские, более ничего, ну и произведено в Китае, сразу поэтому открываем и извлекаем, сама головоломка и наклейки к ней. Ранее уже компания MF8 выпускала такую головоломку, но есть некоторые отличия. Сейчас мы делаем некий первый взгляд и потом вернемся уже, когда появятся стикеры. Вот так выглядит в черном пластике, изначально подавалось в оранжевом, но их было ограниченное количество, то есть стало чуть дороже. Пока вот крутится совсем не важно, от этого бренда был от Corvidino Megaminx, то крутится получше. Ну деталек здесь, кстати, побольше, классик не окрашенный. Я очень надеялся, что эта булкиния будет по вращению лучше, чем от MF8. Возможно так оно и есть, но пока не намного. Головоломка может менять свою форму, это наверное единственное, что можно продемонстрировать, пока наклеек нет. Как-то вот так. Но вернемся с наклейкой. Случилось невиданное и не прошло и месяца, как наклейки появились на головоломке. Мне повезло, удалось уговорить супругу достаточно быстро обклеить булкинию, и вот часа за полтора все готово. Если вспомнить эту головоломку, то между началом видео и его продолжением прошло больше месяца. Если ничего не путаем. Ну давайте разбираться, что же это такое. Я не зря приготовил здесь RexCube и MastersCube, потому что здесь какие-то сходства есть. Сравнивать будем с булкинией. Этот додекаэдер от MF8 лежит очень давно. Если кто-то видел анбоксинг номер 7, где была 81 головоломка. Это была выкуплена часть коллекции Ивана Цикова, то как раз булкиния оттуда. И с тех пор я ее не собрал и духа как-то не лежит, то что вращается отвратительно. Собрал вот только ребра, пробовал собирать лепестки, выводить какие-то алгоритмы, но терпения не хватает из-за вот такого вращения. Какие-то грани, вернее не грани, а углы вращаются чуть лучше, какие-то чуть хуже. Ну то есть помимо ребер здесь нужно собрать лепестки, а это все равносильно обычному RexCube. То есть булкиния это RexCube в форме додекаэдра. Ну а здесь еще есть маленькие центры, которых здесь нет. То есть большой центр, это такой элемент. Ребра классические, лепестки были такие, стали немного другой формы. И появились маленькие центрики. Причем с этих маленьких центров наклейки все норовят отклеиться. Тут видно уже какие-то Иван Циков менял. Но учитывая, что я уже второй владелец этой головоломки, она до сих пор вращается плохо. Наверняка можно как-то улучшить это вращение, но пока руки не доходили. Поэтому когда я увидел булкинию от AJ, а это дизайнер головоломок, который нам подарил Saber Bomb XCube, также его же в форме додекаэдра, 3х3х5 Axis, если не ошибаюсь в названии. Ну некоторые интересные головоломки от AJ. Коробочка, как вы видели, уже без познавательных знаков. Но головоломки интересные. Давайте посмотрим, в чем же разница. Можно увидеть еще название, что это булкиния 2. Ну по сути, сравниваем. Центр, центр. Маленькие центрики треугольные, такие же. Лепестки. Ну вот такой формы они здесь. Дальше. Ребра очень маленькие. Но булкинии они были покрупнее. И добавляются еще уголки. Получается, что от обычной булкинии отличаются наличием вот этих уголков. И можно собирать как булкинию, но в конце будет еще один этап. Ровно такое же мы видели. Наверное, лучше вот так поставить. Рекс Куб и Мастер Скюб. Ни для кого не секрет, что Мастер Скюб это тот же Рекс Куб, но с уголками. У меня даже есть обучающее видео по этим головоломкам. Возможно, они уже опубликованы. Может быть нет. Получается, что те, кто умеет собирать Рекс Куб, соберут все на Мастер Скюбе, кроме уголков. Но Мастер Скюб имеет еще одну особенность. Если на нем изначально, на первом этапе неправильно ориентировать уголки, то в конце они могут не собраться. Ну, по крайней мере, без разрушения уже собранного. Поэтому за этим моментом нужно следить. Вероятно, такой же будет и на Болгини от AJ. Хотя, может быть, и форма Додекаэдра что-то поменяет. Не знаю. Давайте оцениваем вращение. Я немножко ее повращал, не перемешивал. Но кое-где добавил смазки. Потому что вращение такое еще не очень. Но постепенно разрабатывается. То есть, вот, несколько вращений произошло. И так крутится уже лучше, чем в Болгини от МФ-8. Ну, правда, сюда пару миллилитров смазки белой моро пришлось вылить. А это, скорее всего, не предел. Придется вылить еще. Но постепенно. Иногда кажется, что вот-вот-вот что-то разлетится. Но держится. Кое-где лакапит. Вот этот уголок я, наверное, не смазывал. Тут более-менее. Хотя тоже вот какого-то вот с голубенького. Да. Вот здесь вот смазал. Здесь получше крутится. Ну, надо досмазать ее всю. И будет хорошо. Я уже показывал, как меняет форму эта булгиняя. К слову сказать, на кубических версиях этих головоломок изменения формы не происходило. Давайте продемонстрируем еще с наклейками, как это будет выглядеть. Надо вспомнить. Вот мы слегка наклоняем один уголок на несколько градусов. И можем вращать соседний. Так. И можно в какой-то момент здесь вот еще сделать движение. Вот так вот получается. Довольно красиво, изящно. Насколько мне известно, изменение формы здесь, ну, такое не очень принципиальное. И можно собрать головоломку и не прибегая к этому. Могу ошибаться. Кто знает, поправьте. Бугиней я так и не дособрал. А обучающее видео я не смотрю принципиально. Пытаюсь сам разобраться. Если уж не получится, конечно, посмотрю и знаю, что они существуют. Здесь же все этапы те же есть. И при лучшем вращении получится что-то повыводить. Ребра собираются так же, как на Радиминксе или Курви Динаминксе. По сути, 4х4 Радиминкс. То есть, не сложно. Уголки надо думать, пока не предполагаю даже как. Но надо будет пробовать что-то из Мастерскюба. Ну и лепестки я уже как-то пробовал. Здесь вот что-то начинал. Лепестки собирать теми же формулами, что и Рекс Куб. Что-то там выводил, но уже, естественно, забыл. Так что все впереди. А пока будем разрабатывать. В любом случае, если вы думаете приобрести Булгинию, то я очень не советую брать от МФ-8. Она наверняка еще дорогая, давно не проверял цены. Но вращение плохое, откровенно плохое. Здесь же, пусть оно не идеальное, но есть тенденция к тому, что оно станет лучше. И я таю такую надежду, так как недавний собрат додекаэдрический в итоге вращается неплохо. Вот эта головоломка совершенно не сложная. Собирается долго, но типовыми действиями. Это как бы мозаик Куб Формида Декаэдра. Ну тот же самый Реди Минц с большим количеством слоев. То есть одни пиф-пафы. А здесь же все поинтересней и головоломка в разы сложнее. Ну, учитывая, что я ее собирать пока не умею, по-любому она будет сложнее. Отметим, что логотипчик здесь одноцветный, черненький. А на предыдущей головоломке был трехцветный, да еще выдавали буковки AJ. Здесь же под центральными наклейками везде выдавлена, ну как раз вот такая вот символика. Супруга наклеила все аккуратно, красиво и мне нравится. Говорят, что изначально был вот этот рыжий или оранжевый персиковый цвет. На нем как-то теряется цвет наклеек. Ну, в черном пусть и обыденно, но выглядит все хорошо. И дефектов тут никаких нет. Так что повращаем когда-нибудь. Быть может я сделаю обучающее видео и по этой головоломке. Но это будет очень не скоро. Эта булгини вышла уже достаточно давно. Вначале был тот самый оранжевый пластик. Быстро кончился везде. И потом появилась вот в черном пластике. Но тоже далеко не везде. Но мне удалось приобрести и не так уж и дорого. Но хорошая, интересная головоломка с терпимым вращением. Главное, придется поломать голову, чтобы ее решить. Хотел еще добавить, что наклейки тут 12 штук. На некоторых, вот синие, есть запасные какие-то уголочки. А 5 были в квадратике. То есть вот оранжевые наклейки были в оранжевом квадратике. Их нужно было оттуда выделять. А большинство это просто именно нужные стикеры на пленочке. То есть для некоторых цветов есть запасные элементики. В основном это какие-то мелкие. На уголках они даже вырезаны. Ну, при желании можно и что-то собрать. Вот здесь вот еще три уголочки есть. Три треугольничка. Наверное, полезно. Но почему не для всех цветов? Вообще, было бы неплохо второй комплект наклеек сюда бы добавить. Было бы совсем замечательно. Но, повторюсь, быть может уже на предыдущей головоломке от AJ были настолько дикие наклейки, что вот эта вот пленочка переводная, которая идет в комплекте, не справилась. Какой ее смысл? Нужно ее отделить от подложки, наклеить на стикеры. И если ее отделить, то она отделится вместе со стикерами. Потом все это на головоломку приклеить. Так вот, клей на самих наклейках был настолько сильный, что на эту переводную пленку максимум одна наклеечка у меня переходила и использование было бесполезно. Потому что вот эту головоломку я обклеивал целый день. Ну тут, конечно, и они помельче, и их побольше. Здесь все вышло побыстрее. Поэтому тут я даже не пытался клеить сам, а сразу попросил об этом жену. Ну а на этом все. Всем спасибо. Всем пока.